Искусственный интеллект Искусственный интеллект позволит резко сократить время, необходимое для изначальной разработки и оптимизации в рамках уже существующей полупроводниковой отрасли. И прогнозируют, что полученные результаты могут открыть путь к созданию саморазвивающейся и самоэволюционирующей машины. Радоваться нам или тревожиться? Давайте попробуем разобраться. Приглашаем в эту студию Леонида Чурикова, ведущего аналитика Сёрчинформ, эксперта по информационной безопасности. Здравствуйте, Олег Юрьевич. Давайте разбираться, о чем идет речь. Вроде, знаете, как не надо изобретать велосипед, он уже изобретен. Но получается, что искусственный интеллект попросили заново изобрести велосипед или нет? Ну, он изобрел велосипед, точнее, процессор уровня 1989 года. Давайте рассмотрим, как правильно безопасно относиться к таким новостям и темам. И небезопасно. Небезопасный подход – это, как у Ильфа и Петрова, пикейные жилеты. Когда мы делаем вид, что нам все понятно и разбираться ни в чем не хотим. Иван Иванович говорит, знаете, что искусственный интеллект учудил? Он ведь голова. Что он учудил? Он сам себя изобрел. Да как же это он смог? Да вот есть у него такой секретный способ. Метод Монте-Карло называется. А самое-то обидное, что он изобрел себя, поскольку он только голова, то есть мозг, то есть процессор. И процессор – это для нас очень обидно, Иван Иванович. Почему? Ну, потому что называется он рискви. И наши люди, которые Байкал изобрели, они пытаются его перенести на эту архитектуру рискви. Да ничего у них не получается. А китайский искусственный интеллект раз – и перенес. Теперь давайте разберемся, о чем же там речь в айтишных изданиях, когда действительно упоминается метод Монте-Карло, значит, рискви, китайский искусственный интеллект, который что-то сделал. Да, причем, что характерно, китайские, обычно из Америки такие новости приходят. Потому что американцы очень сильно пиарят свою вот эту технологию в целях продаж китайцы, пиарят ее очень точечно. А в Китае, на самом деле, искусственный интеллект не то, что конкурентно способнее американского. Американцы его очень боятся, потому что вычислительных мощностей у китайцев хватает, денег, госвлияния хватает. Они используют его, видите, для практических целей. То есть, в частности, для разработки процессоров. Так вот, что такое у нас этот самый метод Монте-Карло? Это важно для понимания, он часто упоминается, и важно для понимания того, чем занимается искусственный интеллект. Этот метод изобрел ученый Нейман, когда не в шутку заболел, или занимок. Он занимок, лежал, болел и раскладывал пассианс. И, значит, пришла ему мысль, а какова вероятность того, что пассианс вообще в принципе раскладывается? И обычно ученые, они начинают писать формулы какие-то там, сложные уравнения. А он говорит, зачем? Я его сто раз разложил, 80 раз он разложился, а 20 нет. Значит, вероятность 80%. Логично. И он сказал, это отличный метод, то есть, если есть правила игры, надо просто играть в эту игру много-много раз, и мы поймем, какова вероятность выиграть, если вот этот метод применить к тому, кто из нас вот с вами выиграет в покер, например. Можно сравнивать образование, кто в каких турнирах участвовал, кто вообще в карты умеет играть, возраст в конце концов. А можно сказать, да пусть они играют неделю, днями и ночами, и мы увидим. Вот в чем суть этого метода. И он говорит о том, что искусственный интеллект это просто станок с ЧПУ, которому мы даем правила игры. И он по этим правилам игры, собственно, играет. Что сделали китайцы, значит? А, при чем тут рискви? Рискви это архитектура, значит, которая определяет, какого уровня команды распознает процессор. Задача процессора понять какие-то команды и, собственно, выполнить их. Зажить лампочку или сложить 2,2, дать 4. Рискви это архитектура, на входе которой команды определенной длины. В отличие, например, от x86, где длина другая, и, соответственно, это более сложно для обучения того же искусственного интеллекта. Китайцы, чтобы сэкономить и побыстрее добиться результата, взяли архитектуру рискви. И сказали искусственному интеллекту, смотри, вот лежит нормальный процессор, то, что мы называем процессором. Вот тебе конструктор с детальками, сделай такую же штуку, а какую такую же? Ну вот на вход подаются какие-то сигналы, на выходе другие сигналы. У тебя вот из твоего конструктора должно быть примерно то же самое. Конструктор, собственно, этот самый искусственный интеллект, собирал и так, и так, и так, и так, и в конце концов сказал, мне кажется, у меня получилось. Это требует времени, денег, вычислительных ресурсов, у китайцев все это есть. Они справились. Справились относительно плохо, потому что, ну, процессор, честно скажем, уровня 89-го года, его сейчас даже, ну, я не знаю, где можно использовать, в Тетрис поиграть или во что-то еще. Вот. То есть это очень условный успех. Но он показывает, что вот этот заголовок в айтишном издании, заголовок, на что мы смотрим, значит, люди больше не нужны. Но это все равно, что сказать, у нас в цеху на фабрике стоит станок с ЧПУ, он печатает, значит, штампует оловянные тарелки или какие-нибудь металлические тарелки. Я вот в начале смены пришел, его включил, и он их штампует. И люди ему больше не нужны. Но это кого-то пугает? Нет. Потому что в конце надо его выключить, и он перестанет штамповать тарелки. Я объясню разницу, что пугает именно людей. Станок, который умеет только штамповать тарелки, он будет только штамповать тарелки. Вот хоть ты что. А искусственный интеллект, он же может не только тарелки штамповать, но еще что-то другое себе там придумать, возомнить и начать делать что-то другое. А дальше все эти фильмы-катастрофы мы смотрели. Вот это важное заявление, но не может. Потому что искусственный интеллект может взять паровозик и елозить им по столу. И он будет говорить, я играю в паровозик, видишь, я как живой человек. Это живая игра, очень интересная. Ему неинтересно, у него нет желания играть. А ребенок живой, когда берет паровозик и елозит, для него это целый мир. Так вот, у искусственного интеллекта никакого мира нет. Он не живая природа, он может имитировать движение человека. И для того, чтобы эта имитация была, нужен человек, который ему скажет, делай вот так. То есть желание даем ему мы. И никакого вот этого заявления, что вдруг ему что-то взбредет в голову. Ему взбредет в голову только если оператор этого, грубо говоря, станка с ЧПУ, точнее искусственного интеллекта, даст ему задание, слушай, я хочу, чтобы тебе в голову взбрело наштамповать столько-то процессоров. Или делать процессор более умный. То есть можно усложнить ему правила игры и сказать, что собери из этих деталек много-много комбинаций. Значит, раньше же как его использовали? Сейчас вот с нуля он разработал процессор, основываясь на входящих сигналах и исходящих. Раньше для оптимизации использовали. То есть просто брали готовые процессоры и говорили улучши. Значит, вот мы что-то сделали, он уже работает. Уменьши количество деталек, чтобы мы сэкономили. Или сделай так, чтобы он быстрее считал. Вот входящий сигнал преобразовывал в исходящий быстрее. Это в 2021 году делал Самсунг, основываясь там на всяких разработках. Уже давно. Сейчас вот с нуля. Но к чему я это уже, честно говоря, сам забыл, значит. Насколько они могут сами что-то решить? Да. К тому, что это не самостоятельное желание этого самого искусственного интеллекта. И появиться этому желанию ниоткуда. Потому что это неживая природа. Но надо как-то в конце концов запомнить. То есть вот если кучка из трех камней это неживая кучка, значит. Если там миллион камней, то есть сложное что-то, оно все равно неживое. Искусственный интеллект, миллиард там элементов в нем или триллион, он неживой. Он не станет от этого живым. Хотя есть целые институты, которые на всякий случай анализируют. Не проявляет ли вот эта вот кучка, значит, чего-то неживого, признаки чего-то живого. Есть целые институты, они с времен Холодной войны существуют, они анализируют. Подает ли он какие-то нам сигналы, может быть он уже ожил и пытается с нами о чем-то договориться. Если у вас там, значит, перегорела лампочка, может быть это он вам сигналы подает. Эти институты реально совершенно озабочены этими проблемами. И периодически выпускают отчеты и говорят, да, слушайте, возможно это так, нам нужно еще немножко денег, чтобы проверить. То есть, ну, им тоже нужно как бы работать, проверять. Поэтому эти мысли у нас не уходят. Собственно, ну, как и программа, как там про экстрасенсов, не помню, в общем, как она называется. В общем, к искусственному интеллекту мы относимся примерно так же. То есть, а вот человек, которому липнут ложки, возможно, у него внутри какое-то суперполе, и они липнут. Или у него просто потоотделение повышенное. И институт говорит, знаете, мы хотим разобраться с этим, нам нужны дополнительные деньги, мы сейчас выясним. С искусственным интеллектом то же самое. Говорят, ну, вы говорите, что у него нет никаких желаний, но надо проверить. Надо проверить. Давайте, значит, мы еще немножко поглубже покопаемся. И вот у нас есть зацепка, может быть, все-таки это то, что вот он взял в руки паровозик, это напоминает ему, что он стал ребенком и начал играть? Хорошо, немножко спокойнее стал. Давайте Ольгу из Москвы послушаем, узнаем, что она думает. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, что искусственный интеллект вполне может сосуществовать с человеком, особенно в отдельных областях. В том случае, если не переступают законы нравственности люди, которые создают программы и работают в этой области. Как известно, человек любопытен. И, вы знаете, ученые иногда переступают грань в своих разработках, просто потому что они хотят знать, что будет дальше. Но люди, как известно, бывают и плохие, и хорошие. Нет только плохих и хороших. Где гарантия, что именно недостойный человек придет в эту область? Отследить это невозможно. Вот здесь четкая грань. Ее надо соблюсти. И где она, надо точно знать. И знать этих людей, которые допущены к этой работе. Ваша мысль ясна. Спасибо большое, Леонид Ильич. Но вот действительно, смотрите, ведь человек же создает этот искусственный интеллект. А если действительно какой-то человек захочет какую-то личную выгоду свою из этого извлечь, и что-то нехорошее заложит в эту программу искусственного интеллекта, что будет? Уже закладывают. Его заставляют писать вредоносный код. Сочинять фишинговые письма, которые обманывают получателей. И так далее. Грань здесь вот где. Нужно всегда видеть человека, который ставит эту задачу искусственному интеллекту, и не снимать с него ответственность. А эти, собственно, и организации, и люди пытаются всячески уходить от этой ответственности. Сейчас в Штатах судебное дело против вот этого разработчика ЧАД-GPT вывалили огромный иск, куда включили все. Как вот макароны кидают на стену, вдруг что-то прилипнет. И мы с коллегами обсуждаем, значит, прилипнет что-то или нет. То есть это же, по сути, иск к Майкрософту. А там миллиарды и сотни миллиардов долларов, адвокаты и так далее. Я ему свою точку зрения высказал, что, значит, какие-то штрафы и какую-то ответственность, значит, наложат. Для чего это делается? Для того, чтобы монополизировать рынок. То есть Майкрософт возьмет на себя какую-то ответственность, скажет, да, за что-то мы тут отвечаем, будем контролировать, чтобы следующие компании, которые будут пытаться подняться на искусственном интеллекте, и говорить, а вот у нас тоже есть искусственный интеллект. И им выкадят такие штрафы, что им мало не покажется, и они тут же, значит, приземлятся. Поэтому ответственность будет, она будет, с одной стороны, формальная и защищающая вот монополиста. Потому что, если нам будут втирать, что, значит, во всем мире, видите, ввели какую-то регламентацию, законы, моральный кодекс, искусственного интеллекта, надо иметь в виду, что тот, кто стоит у стандартов, будет, значит, собственно, по одному относиться к этой регуляторике, а все остальные по-другому. И просто по рынку это будет видно. Если там будет три игрока, ну, грубо говоря, Google сейчас пытается догнать вот эту структуру там, майкрософтовскую, возможно, китайцы выйдут из тени, возможно, они так и останутся у себя, значит, и никому не раскроют свои тайны, будут его использовать просто для себя. Вот. Мы по этим игрокам поймем, кто на самом деле успешно выходит из-под этой ответственности, зарабатывает на этом и так далее. И будет спихивать, значит, в случае чего ответственность на искусственный интеллект говорит, что, знаете, это он тут сам начудил, конечно. Мы ему такие благие цели написали, а он что-то развернулся и пошел не в ту сторону. Вот. А остальные компании влетят по полной программе. Они получат свои штрафы, у них не будет денег на адвокатов, и им просто навесят все. То есть там вот этот иск, который я его даже до конца не смог дочитать, там столько страниц. Там вот использование там чужих данных для обучения искусственного интеллекта, вот его использование несанкционированным образом, побочные эффекты в виде там негативного влияния на жизнь человека и так далее. Там все, что они могли придумать, все туда, значит, заложили. И, наверное, адвокаты этим займутся. И в будущем уйти от этого будет сложно, потому что, как мы знаем, вот в мире сейчас практика какая. Раньше был подход один, и можно было жить по закону, и можно было класть девушке руку на коленку, значит, нормально. А потом говорят, нет, это харассмент, за это мы будем судить, и не имеет срока давности. Она уже не помнит, кто ей клал руку на какую коленку, когда это было, значит, но подает иск, и избавиться от него невозможно. Так же будет с искусственным интеллектом, когда скажут, эта компания поднялась, мы как-то пропустили ее на искусственном интеллекте. Но слушайте, она использовала чужие данные, тут из-за нее пострадали вот дети в Африке, и, значит, экологическая катастрофа чуть не случилась. То есть закрываем ее. Так она говорит, так я все делала по закону, я покупала датасеты для обучения искусственного интеллекта на законных основаниях. Ей говорит, ну это раньше были законные основания, а теперь руки на эти коленки класть нельзя, вот вам иск. Это мои прогнозы, я тут немножко такой выступаю в роли футуролога, но вот давайте посмотрим. Да, надеюсь, что увидим, да. Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас обрисовали, да, что искусственный интеллект сам ничего не хочет, сам никаким выводом не приходит. А если человек попробует в него это заложить, то есть если человек ему скажет, а я хочу, чтобы ты сам эволюционировал, чтобы ты начал мыслить и сам вот себя развивать, сможет или нет? Вот, тут я периодически как бы в своей голове тоже эту мысль прокручиваю, но компьютер, как существо такое конкретное и неживое, ему, для него нет понятия лучше-хуже. Более быстрый процессор для него ничем не лучше, чем медленный. Вот. Иначе бы устыдился этот китайский интернет и не показал своему хозяину вот этот ужасный там устаревший процессор, сказал, я лучше покончу жизнь самоубийством, чем моему боссу покажу такой результат труда. И просто выбросился бы из окна. Ему все равно. То есть если человек ему скажет, значит так, вот тебе детальки к завтрашнему дню, чтобы сделал из них процессор, который быстрее обрабатывает вот такие сигналы, чем тот, который у тебя используется вот здесь. Он это сделает. Но ему это ни зачем не нужно. То есть это нужно было только человеку, который ему описал новые правила игры и сказал, вот по этим правилам всю ночь будешь играть, к утру мне покажешь. Вот. Поэтому у интеллекта не будет вот этого желания. То есть для того, чтобы развиваться, нужно, чтобы хоть какое-то было желание, чтобы было стремление куда-то двигаться. Так, а нельзя это стремление заложить? Нельзя. Потому что он не живой. Понятно. Давайте послушаем Геннадий из Московской области. Геннадий, здравствуйте. Вы знаете, я всю жизнь занимался ракетами и кораблями косметиками. Да. И оказывается, я всю жизнь занимался искусственным интеллектом. Потому что наши корабли давно ходят уже в автомате. А в теории с нашего используется функциональный анализ, линейная алгебра, теория вероятности и вычислительная машина с соответствующими программами. Называется линейное программирование, нелинейное программирование. Идет направленный перебор. Вот так выбирается орбита, цели на Земле, если это военная система. То есть это все есть искусственный интеллект. Но его никогда не будет, это придумали журналисты. Пока компьютер не будет испытывать боль, страх, немножко ему пока не понравится. Вот пока он этого не будет уметь, он никогда не станет интеллектом. То есть все остальное это журналисты придумали. Очень интересная мысль. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Согласны? Ну, конечно. Видите, у нас, если бы было по-другому, то все ракеты, наверное, уже улетели бы без нас куда-то там. А нас бы бросили бы тут на произвол судьбы. Но, видите, они подчиняются нам. Если человек нажимает на кнопку, то ракета куда-то летит. Если не нажимает, она, собственно, стоит на месте и ржавеет. Хорошо. Давайте побеседуем с независимым экспертом по интернет-технологиям Александром Кузьменко. Он к нам присоединяется. Александр Владимирович, здравствуйте. Слышите меня? Добрый день, коллеги. Александр Владимирович, тут вот есть еще такое применение искусственному интеллекту, как выяснилось. Я тоже не подозревал об этом, по крайней мере, что это в таких масштабах. Разные чат-боты, всякие всевозможные технологии, которые заменяют людей. И, оказывается, это становится очень популярно. И люди даже зарабатывают на этом деньги, создавая своих какие-то виртуальные копии, каких-то своих чат-представителей, какие-то текстовые, какие-то даже аудио и видео. Вот скажите, пожалуйста, мы через несколько лет уже окончательно перестанем друг с другом взаимодействовать и будем взаимодействовать исключительно с нашими аватарами цифровыми? Или с чат-ботами? Ну, вы знаете, коллеги, на самом деле, как говорил известный писатель, пластиковый мир все-таки победил. То есть я всю жизнь занимался тем, что я производил какие-то тексты, я что-то писал, я пытался свои эмоции передать в книжку. И теперь я понимаю, что те, кто занимаются сейчас тем, что называется SMM, social media management, ну, то есть люди, которые пишут что-то там в социальных сетях, вот, те, кто пишет технические тексты, описание товаров, например, в том онлайн-магазине, к которому вы привыкли, эти люди буквально через пару-тройку лет будут уже и не нужны. Вот, не нужны ровно потому, что, в общем-то, такой же технический, простой, не литературный и не какой-то там высший текст сможет написать машина. И она это уже успешно делает. Мы же знаем такие кейсы, да, вот, например, как один студент защитил свой диплом, который он написал при помощи ChatGPT, то есть такого самого продвинутого бота, который пишет тексты. Мы же знаем те же самые кейсы, когда в многих компаниях, которые, например, занимаются разработкой видеоигр, массово увольняют художников, потому что может теперь нейросеть за него что-то нарисовать. Вот, поэтому, вы знаете, мы думали с вами еще лет 30-50 назад о том, что, как это, впахивают роботы, отдыхает человек, да. Оказалось немножко наоборот, да. То есть теперь человек должен обеспечивать способность роботов для того, чтобы роботы делали за него еще и, черт возьми, творческую часть. Ну, то есть условную газету, которая сейчас вот выходит, и которая написана таким, не по большому слову, кандопом, простым, понятным языком, вот, ее, в общем-то, может вести простейший бот. И это он будет делать без присутствия всевозможных там редакторов, корректоров, редколлегий и так далее. То есть он просто соберет информацию с интернета, и эту информацию скомпилирует в понятный и, в общем-то, достаточно удобоваримый текст. И если сейчас он пишет эти тексты весьма, ну, скажем так, формально, то лет через пять он начнет уже изучать, что такое Достоевский, как пишет Пушкин, что такое Онегинский слог и так далее. И он всех нас лишит профессии. И это, с одной стороны, конечно, печально, а с другой стороны, мы, как люди, себя заводим в некую мышеловку, из которой потом не будет выхода. И даже такой визионер, очень популярный в нашей стране человек по фамилии Илн Маск, вот, он уже говорит, что надо ограничивать развитие искусственного интеллекта ровно по той простой причине, что как-то, ну, ребят, за последней открытой теоремой нас будет ждать разгневанный Господь. Потому что надо уже взять себя немножко в руки. Так, ну, многие считают, что он это говорит для того, чтобы зачистить конкурентное поле для себя. Но скажите, пожалуйста, Александр Владимирович, вот что еще интересно все-таки, когда, условно говоря, какой-то там чат-GPT пишет статьи в газете, это одно. Но когда чат-бот становится твоим собеседником повседневным, или, может быть, даже психологом, или, может быть, даже на какие-то интимные темы с ним можно становится побеседовать, ведь это тоже уже, как оказалось, сейчас есть. Вот это к чему ведет? Это ведет к нас к той самой футурологии, которую предсказывали все знаменитые писатели, в том числе и русские. Например, в одном из романов замечательного российского писателя Виктора Пелевина есть такой сюжет, когда девочке исполняет 16 лет, и папа на день рождения дарит оду. Ну, то есть какой-то восхваляющий стих этой девочке. И ода эта написана живым человеком, то есть не чатом, не искусственным интеллектом, а реально живым человеком. И она ходит и хвастается по всей школе этой одой и говорит, вот, посмотрите, папа мне вот такой вот отличный подарок подогнал. И это нас приведет рано или поздно к тому, что в синтетическом мире мы будем жить от, скажем так, своей неспособности жить в мире настоящем или от несостоятельности, что еще более жуткая тема. Потому что люди, которые не смогут себе позволить настоящее отношение, ну, например, по-настоящему знакомствоваться с живой девушкой или женщиной, или настоящее отношение со своими собственными настоящими детьми, будут все это компенсировать пластиковым миром. И как бы мы этого ни боялись, но, к сожалению или к счастью, я даже не знаю, как это сказать, потому что человечество все увеличивается-увеличивается, насколько уже там 7 или 8 миллиардов, это неизбежная ступень эволюции. Мы либо через нее перешагнем, либо мы от нее рано или поздно откажемся. Я, честно говоря, даже боюсь делать такие футурологические прогнозы, потому что, с одной стороны, мне, как человеку, который вообще-то родился в 80-х и вырос в это время, хочется, в общем-то, чего-то такого аналогового. А с другой стороны, я понимаю, что то, что происходит в цифровом мире, не остановить. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Александр Кузьменко, независимый эксперт по интернет-технологиям, был с нами на прямой связи. Леонид Ильич, у нас две минутки всего осталось. Давайте попробуем как-то резюмировать. Как мы будем сосуществовать? Вот мы и искусственный интеллект. Быстренько скажу. Искусственный интеллект будет замещать тех, кто работает как робот, как те же самые журналисты, которые вместо того, чтобы думать над контентом, вкладывать в него часть своей души, просто компилируют текст, находя что-то в интернете. Это может делать искусственный интеллект. Если вы находите в себе что-то человеческое, то происходит как с рекламодателями Google, которых обманули на 13 миллиардов. Потому что нам говорят, вам не надо думать, как размещать рекламу, мы сделаем это за вас, вы просто платите абонентскую плату, а мы размещаем там, где нужно. И тут участвует искусственный интеллект. И человек, у которого есть огонек внутри, он говорит, ну а я создам другой искусственный интеллект, он будет генерировать сайты, которые привлекают вот этот контент от Google. Это мусорные сайты, они никому не нужны, они нужны только роботам-поисковичкам, которые размещают там рекламу. На 13 миллиардов долларов в год этот искусственный интеллект, созданный человеком с огоньком, значит, вот наколол искусственный интеллект, который заместил действительно много СММщиков каких-то, и много рекламщиков и так далее. Поэтому те люди, у которых есть что-то человеческое, желание там, да, ну, желание в том числе мыслить, их никакой искусственный интеллект никогда не заменит. В той части, где мы опускаемся до уровня рутинных операций, просто машинально перекладываем что-то, контент ли, детальки ли на столе, тут нас заменит искусственный интеллект, ну и ничего плохого в этом, наверное, и нет. Ну, по крайней мере, не поработит, как в кино. Нет. Хорошо, это уже неплохо в этой ситуации. Спасибо вам большое. Леонид Чуриков, ведущий аналитик «Серчинформ», эксперт по информационной безопасности, был у нас в гостях. Знаете, интересное сообщение нам пришло из Смоленской области. Роботы пусть работают, хоть воровать не будут. Ну, это тоже подход, хотя, может быть, и этому научиться со временем, кто их знает.